Камерный хор У хористов богатый репертуар, духовная музыка, классика, русские и зарубежные произведения, народные песни. Хор регулярно выезжает выступать как на международные фестивали, так и по городам России. Мы побывали на Сергиевском фестивале хоровой музыки, который ежегодно проходит в Ростове-Велико, и вдохновились чудесным пением. Я закончила Московский физико-технический институт, и уже после окончания, в один прекрасный день, моя подружка позвала меня на свой концерт, на концерт камерного хора МФТИ. Я пришла, это был такой спокойный домашний концерт в аудитории учебной, послушала, что они поют. Я была под таким сильным впечатлением, и у меня уже тогда оформилось четкое желание, что я хочу петь с ними. Что я хочу, чтобы меня взяли, хочу прийти, как-то участвовать в этом во всем. Я пришла, меня взяли, и вот с тех пор я пою. Моя мама, она всегда старалась меня развивать с детства. Она отвела меня в музыкальную школу. То есть я пела в хоре, училась играть на фортепиано. И сейчас я понимаю, что если бы не тот задел, сейчас бы, может быть, я и не получала бы такое удовольствие. Может быть, я даже бы не смогла почувствовать вкус к пению. Я запоминаю тексты и, собственно, партию путем многократного повторения. А три раза в неделю по два часа это запоминается. И для меня предпочтительнее запомнить ноты подсматривать, для меня это сложно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А еще в 2017 году, в мае, мы ездили в Польшу, в Познань, хоровая столица Польши. Там был фестиваль среди, наверное, трех или четырех стран. Были американцы, поляки, само собой, несколько хоров. Потом Македония была. Мы просто там пели в обалденной зале с такой классной акустикой. Это просто вот чувствуешь себя там в повороте, как минимум. Чувствуешь, что упадешь сейчас в обморок, наверное, перед выходом. Ну, у нас кто-то валерьяночку пьет, кто-то дыхательные упражнения делает, кто-то старается не думать об этом до самого финала. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В июле 2017 года мы поехали в Ригу на хоровые игры. Мы целую неделю жили в Риге, участвовали в этом фестивале-конкурсе. Участвовало очень-очень много коллективов с разных стран абсолютно. Там была практически вся Европа, Южная Африка была, Фарежские острова, китайцы приезжали. То есть вся Рига, которая на самом деле маленький такой город, но он превратился вот в такой кишащий город вот этих певцов. Там, оказывается, так чтят хоровое искусство. И мы участвовали там в номинации среди взрослых хоров, так скажем. Смешанный взрослый хор. 150 коллективов участвовало. И когда мы пошли на награждение, мы особо ничего не ждали. То есть там каких-то вот грамотками наградили. Мы думали, ну все, нам ничего не дадут. Мы вот, мы любители, мы вообще камерный хор, нам ничего не дадут. И тут раз золото. Золотая медаль. Золотой диплом. Вообще такая была буря эмоций. Мы просто, это, я обалдела. Ну, то есть с нулевым ожиданием получить такой результат, что, ну, я не знаю, там было просто обалденно. И когда мы участвовали в параде по Риге, у нас была целая колонка. Она была вот самая, наверное, жирная. Нет, самая жирная, конечно, была латвийская. А в ноябре 17-го года мы ездили в Ростов Великий, Ярославский. Там мы участвовали в Сергеевском фестивале, тоже среди профессионалов, хотя мы любители. И у нас еще там был мастер-класс. То есть мы пели музыку Рахманинова всеми коллективами, которые участвовали в фестивале. Со мной такого тоже еще никогда не было. Было очень интересно поучаствовать. И мы вообще очень приятное время провели. Город волшебный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музыка Музыка – это украшение нашей жизни. Наша жизнь, она идет по кругу. Работа, дом, работа, дом. Дети, сад. И вот когда есть что-то, что украшает жизнь, например, музыка, хор, у кого-то это аэробика, танцы. Вот у меня сейчас так сложилось, что это хор. Я прихожу, я отключаюсь от каких-то вот рутинных, что ли, мыслей. То есть я могу побыть вот здесь и сейчас. Расслабляется голова. Потом во время пения расслабляется тело. Если не расслабишь, то звук извлечь будет очень сложно. Тело полностью участвует от нижней диафрагмы до верхней, голова, все это, рот. Мы же сидим на работе, мы очень все зажатые, очень все нервозные такие. А здесь так или иначе приходится работать с телом. Да, музыка, она действует как через мозги, так и через тело. Если поешь, конечно. Если просто слушать, что. Наверное, другой терапевтический эффект. Мои планы на будущее касательно хора и участия в нем это петь, петь и петь, участвовать, участвовать и участвовать.